Рина Беляева, добрый день, дорогие мои девочки. Я думаю, пока не все еще нас слышат, потому что идет опоздание. Несколько минут, минуты три-четыре, я чуть-чуть подожду, прежде чем начать отвечать на ваши вопросы. Очень приятно видеть Рину Беляеву, возможно, вы моя дальняя родственница, потому что моя девичья фамилия Беляева. Эта фамилия мне очень дорога, я ее очень люблю. Ношу я фамилию моего первого мужа, к сожалению. Так сложилось. Хотела в свое время перейти на фамилию Беляева, да так что-то и не собралась. Ну ладно, как бы там ни было, будем жить так, как случилось. Но хотела бы встретить своих родственников, своих близких, потому что фамилия Беляева мне очень дорога. Это фамилия моего папы, которого я безмерно любила и люблю до сих пор, которого уже много-много лет нет рядом с нами в этой жизни. Но так случилось. Так, подождем еще, мои хорошие, буквально. Спасибо, Рина, вам, да. Вы тоже ее любите. Подождем еще две минутки, потому что Лена говорит, что нужно начинать немножко попозже. Так как идет у нас какое-то опоздание. Опоздание. И запись начинается чуть-чуть позже. Вот. Если есть у вас вопросы, те, кто у меня уже есть в чате, нас сейчас пока 29 человек, пожалуйста, пишите. Я отвечу на них сейчас в чате. Может быть, у кого-то есть вопросы. Пока ничего не вижу. Так, осталась еще одна минутка. И мы с вами начнем. 59 мне компьютер показывает. 32 человека подключилось. 34 мне пишет компьютер у нас на эфире. Угу. Так, Наталья Устю, жена. Да, добрый день. Пусть он будет для всех нас добрым. У нас в Москве сегодня солнышко. Вроде бы не так уж холодно. Так что потихонечку все хорошо. Таня Коршунова присоединилась. Ну вот, Марина Цыганова. Очень приятно, да, знакомые люди. Ну все, девочки. Десять часов, пожалуйста, мы начинаем с вами. Итак, сегодняшняя тема нашего эфира, тема сегодняшнего эфира – это ответы на ваши вопросы. Начнем по порядку. Добрый день, Оленька. Оля Дулаева, кстати, приезжала сюда ко мне уже второй раз. И мы с ней очень плодотворно, по-моему, провели наше время. Итак, записываю, зачитываю ваши вопросы. Леночка их заботливо подготовила у нас в чате. Поэтому не будем терять время. Начнем сразу. Итак, вопрос первый от Людмилы. У меня круглая спина. И по среднему шву полтора сантиметра отвод по талии на практике мало. Все равно заломы. До скольки сантиметров можно взять отвод? Отвод можно взять до двух сантиметров и продолжать его ниже. Но кроме этого отвода, посмотрите, что еще нужно сделать, если у вас круглая спина. Карандашиком я нарисовала нашу обычную базу, которую вы строите. А красным фломастером нарисовала то изменение, которое должно быть. Итак, отведение по среднему шву два сантиметра. Но этого будет мало. Еще мы оформляем, обязательно делаем средний шов у таких фигурок. Поднимаем точку С1 выше на полтора сантиметра. Точку подняли. Переоформили горловинку. Ширину горловины в этом случае нужно обязательно не забывать увеличивать. Потому что когда круглая спина, вот в этом месте седьмой шейный позвонок имеет большую выпуклость. И длина горловины значительно увеличивается. До полутора сантиметров доходит эта разница по сравнению с шириной горловины полочки. А ширина горловины полочки остается у нас неизменной. Именно вот в таком решении у нас будет все правильно. Вот то есть переоформили горловину. И посмотрите, с каким прогибом, с какой выпуклостью я оформляю вот эту верхнюю часть. А потом уже плавно схожу к линии талии. То есть вот такое вот оформление. Где-то я показывала в своих маленьких роликах на эту тему. Но лишний раз, я думаю, стоит напомнить, это будет совершенно не лишнее. Это переоформление среднего шва спинки вот таким вот образом, который, по сути дела, копирует форму нашего тела, если мы посмотрим на фигурку сбоку. Понимаете? То есть вся логика заключается именно в том качестве нашей выкройки, что мы сумеем скопировать, мы сумеем те особенности, которые есть у нас на фигурке, перенести аккуратненько на нашу плоскую вот эту вот основу, на бумагу или на ткань сразу. То есть первое – это переоформление среднего шва. Второе – переоформление горловинки вместе со средним швом. И третье – это обязательно увеличение вот этой вот плечевой выточки. Потому что когда округлая спина – это, как правило, сутулость, это выпуклые лопатки. И эта плечевая выточка должна быть значительно увеличена до 3,5 см. А иногда в редких случаях и до 4 см доходит это увеличение для того, чтобы вот эта точечка оказалась на своем месте. И откладываете вы точку P2 уже после того, как сделали вот это отведение. Отведение сделали, и от этой линии, от этой точки, от отведения уже откладываете, получаете точку P2, которая идет как два радиуса. Один радиус – это плечо плюс раствор увеличенной выточки, плюс посадка. А второй радиус – это мерка высота плеча, косая переда. Вот если коротко, что можно ответить на этот вопрос. Причем вот эта выточка, она, как правило, немножко уменьшена, и она тоже отводится немножко ближе к пройме. То есть не посерединке вот здесь располагается, а как во всех случаях, когда мы используем средний шов по спинке, талевую выточку мы двигаем ближе к пройме. Вот такие вот особенности нужно делать, когда мы работаем с круглой спиной. Я думаю, что если ответ не полный, пожалуйста, напишите мне, я его дополню. Второй вопрос, Милана. Есть ли какие-то нюансы при построении американской проймы? Или просто руководствоваться рукавом реглан? Рукав реглан здесь не очень-то при чем. Потому что американскую пройму мы строим на обычной нашей выкройке. Другое дело, что сама пройма может выглядеть по-разному. Вот посмотрите, есть у нас вот такая выкройка. Мы должны, конечно, решить вопрос, куда уйдет нагрудная выточка. В первую очередь мы выбираем себе ответ на этот вопрос. Довольно часто бывает, например, вот такой случай. Я его разбирала в книге, нарисую сейчас вам здесь. То есть у нас есть горловинка. И из горловины, вот посмотрите, то есть мы теряем вот эти плечевые швы, из горловинки мы проводим вот эту американскую пройму. А выточку нагрудную переводим вот в эту сборку. Сейчас скоро лето на дворе. И мы будем шить такие пляжные какие-то варианты, топики, платьишки, сарафанчики. Именно вот с таким вот решением. Когда вот сюда очень легко в швом подгибку закрытым срезом сделать и продернуть туда какой-то шарфик, какую-то тесемочку, какую-то ткань, ту же самую, сшитую там руликом и так далее. И просто завязать сзади. Это будет прекрасный, замечательный вариант для лета, чтобы нам было не жарко. То есть это одно решение вопроса. Как мы будем его выполнять? Мы, конечно, вот эту выточку переведем в горловинку. То есть мы восстановим из точки С перпендикуляр к линии горловины. Разрежем ножничками от горловинки до точки С. Закроем вот эту выточку. И только при закрытой выточке мы сможем с вами оформить американскую пройму. Посмотрите, как я это сделаю. Я схематично вам покажу, что у нас здесь получится. Если мы откроем эту выточку здесь, у нас получится вот такая вот картинка. Вот такая картинка получится. И тот вариант, который я вам изобразила в данном случае, будет выглядеть следующим образом. Выбирается точка на горловинке. Вот она. Примерно сантиметра полтора-два от точек P1 и P2. И уже эта точка по касательной сводится к нашей пройме. Получится у нас вот такой вот вариант. Вот такой вариант. Это один из вариантов, так сказать, американской проймы, который имеет место быть. Следующий вариант американской проймы. Вы можете сохранить кусочек плеча. Сохраняя кусочек плеча, вы выбираете точку начала проймы. Например, сантиметра на два, на три от точки A. Это точка A у нас, да, на P-чертежу. И ваша проймочка будет выглядеть уже вот таким образом. Вот таким образом вы оформили. Также американской проймы, еще один вариант американской проймы, более такой закрытый вариант. Это примерно серединка нашего плечика. Вы можете выбрать серединку плечика и уже ее соединить сюда. Это тоже будет американская пройма. Но так как изделие без рукавов, прежде чем приступить к работе с этой американской проймой, вы должны построить базовую конструкцию таким образом, чтобы она соответствовала тем правилам, которые мы применяем для построения базовой конструкции без рукава. А это всего три правила. Давайте вспомним их. Первое правило – это прибавка по груди уменьшается до одного сантиметра, иногда до нуля сантиметров, если мы работаем с трикотажными полотнами с какими-то. Потому что прибавка по груди, вы знаете, что она закладывается вся в ширину проймы. А если у нас рукавчика не идет на то, чтобы скомпенсировать посадку у рукавчика, чтобы подружить рукав и пройму. А если у нас нет рукава, то нам не нужна эта посадка, не нужно это расширение проймы, не нужна эта прибавка, большая прибавка. То есть прибавка вот в таком вот изделии, как я вам изобразила, у меня будет 0, 1, 2, в исключительных случаях 3 сантиметра, допустим, я бы ее сделала. Это первое. Второе – точка, назовем ее точкой, вот это у нас буква Г, а вот это точка буква Т, Т1. То есть точка Г поднимается как можно выше, чтобы не открыть наше белье. Эту величину можно просто измерить. Но если вы ее не измерили, а покроить вам это все нужно, тогда откладывайте Т1Г 20 сантиметров, это будет наша страховка, и после этого оформляйте пройму до примерочки уже. Когда проводите примерку, вы легко можете точку Г понизить, потому что это все почистится у вас уже во время осноровки. И третья особенность – сам отрезок Т1Г должен быть прямой. он не может иметь вот такой вот ластовицеобратной формы, потому что это будет не соответствовать анатомии нашего тела, только и всего. Вот такие три условия должны быть при построении. Так, у нас еще вопрос. Галина Леонидовна, это я задала вопрос по круглой спине, так как вот у меня по горловине на спине наоборот торчит излишек, приходится забирать примерно один сантиметр. Так, правильно этот излишек торчит? Значит, потому что вы оформляете вот это вот, видите, у меня тоже будет торчать. Если я сделаю эту линию прямой, нужно наклонить вашу линию вглубь, тогда этого излишка не будет вот в этом месте, и забрать побольше по линии талии. Так, а мы двигаемся дальше. Следующий вопрос, который вы прислали. Третий вопрос. Елена из группы ВКонтакте. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, сделала выкройку по вашей методике плечевого изделия по меркам. Перечисляет свои мерочки, все получилось, но ширина проймы 11,5. Не мало ли для 52 размера? И длина проймы 48, а длина оката рукава 56. Получается разница 8 сантиметров на посадку. Это, наверное, много как исправить. Значит, отвечаю по порядку. Сейчас я закрою выскочившиеся здесь сообщения, чтобы видеть наш чат. Отвечаю по порядку. Первое. Ширина проймы 11,5 сантиметров – это не мало. Это, в общем-то, нормальная ширина. Если вы боитесь, что этого будет вам маловато, значит, вы страхуетесь на своей выкройке припусками. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Она зачем-то измерила длину проймы и измерила длину оката рукава. Кто изучал мой метод, скажите, пожалуйста, я где-нибудь в каком-нибудь уроке говорю вам о том, что это нужно делать. Это те шаблоны, те стереотипы, к которым вы привыкли ранее. Для меня это не существует. Почему? Потому что я никогда не вметываю рукав на примерку сразу. Делаю это только тогда, когда у меня рукав реглан или рукав рубашечный, ну или, само собой, цельнокрайонный. А в точные рукава я никогда не вметываю. Почему? Потому что я страхуюсь в этом месте. Для того, делаю плечико, может быть, немножко шире сразу, потому что только на примерке я смотрю, могу увидеть конечную точку плеча, ее реальное местоположение, потому что она меняется в зависимости от свойств ткани. У одних становится дальше, у других становится ближе. И по тому, какой разворот плеч, я могу четко обрисовать правильное, нужное мне положение проймы. И пройма после примерки во время осноровки у меня будет подрезаться, она будет изменяться. И, возможно, скорее всего, она будет удлиняться. Так чаще всего бывает на практике. И, соответственно, вопрос, какая у меня будет посадка. Я буду понимать, эту посадку большая, она или маленькая, уже только на этапе окончания, когда я буду вметывать рукав, когда у меня все будет стачено, обметано, поутюжено и осноровлено. Пожалуйста, если вы будете работать по моей методике до конца, этот вопрос у вас упадет сам собой. Потому что вметывается рукав не сразу, а на первой примерочке он только накалывается на уточненной линии проймы. А пройма обязательно должна уточниться. Вот, следующий вопрос. Вопрос из чата Швейного клуба Телеграм. Почему такой дефект в области груди? Фото ниже. Фото ниже. Смотрите, какое у нас фото. Идет вот такой вот косой заломчик от высшей точки груди к боку. Идет к боку, да? Значит, смотрите, очень понятно, что если вы выточку на грудную углубите, то есть просится боковой шов полочки поднять его повыше. Правильно? Относительно спинки. То есть всего лишь нужно углубить вот эту выточку, плечевую, на грудную выточку, сделать ее побольше. Возможно, в каких-то случаях не просто ее углубить, да, а может быть, даже взять и переметать боковой шов полочки, распоров его, и сделать такое движение снизу вверх. То есть увеличить как бы таким образом величину ДТП. То есть увеличить баланс. Может быть, баланс, который мы определили на примерочке, немножко не соответствует действительно реальному балансу этой фигуры. Еще такие варианты возможны, когда мы одеваем другой бюстгальтер. Допустим, одевали такой спортивный, круть была мягкая, баланс был, разница между полочкой и спинкой у вас была, скажем, 2 сантиметра. А тут вы одели бюстгальтер с пушапом, и у вас баланс подскочил до 3, а то и 4 сантиметров. Вот, естественно, просится это подкорректировать на ткани. То есть такой эффект бывает, когда у нас есть... Вот, смотрите, да? Такой эффект бывает, когда... Но вы даже сами понимаете, что хочется просто взять и увеличить нагрудную выточку. Попробуйте пока просто взять и увеличить нагрудную выточку. Если он не пропадет, значит, переметайте боковой шов и проверьте соответствие баланса. Елена Шила. Пятый вопрос. По мастер-классу «Белая рубашка», 50-й размер на Ютубе. Почему такой наплыв в области горловины? Фото ниже. Посмотрите. Ну, такой наплыв в области горловины говорит только о том, что не выдержан у нас так называемый горизонтальный баланс в области плечевых швов, в области плечевого пояса. Потому что вертикальный баланс, вы знаете, что это такое, это знакомо всем. Это разница между длиной переда до талии ДТП и длиной спинки до талии ДТС. Это, как правило, характеристика нашей осанки. Если у вас эта разница от 1 до 3 см, осанка считается у нас условно-киповой, правильной, да? А если эта разница больше, у нас осанка считается перегибистой, если меньше, то сутулой. Так вот, есть еще и так называемый горизонтальный баланс, не вертикальный, а горизонтальный, когда ширина горловины спинки должна соответствовать строго ширине горловины полочки. Глядя вот на этот рисуночек, я могу сказать, фотографию, я могу сказать, что в этом случае ширина горловины полочки явно превышает 7 сантиметров. Она здесь будет, наверное, 5-5,5, если не больше сантиметров. А ширина горловинки около 7, может быть, 7-7,5. Отсюда идет вот такой наплыв. Вот и все. Здесь ответ очень-очень простой. Ну и, конечно, вы видите те самые заломы, которые получаются в области проймы, от бокового шва идут, когда мы пытаемся сделать выкройку плоского кроя на фигуру с выразительными грудными железами. То есть и с хорошим нормальным балансом. То, о чем я предупреждала, когда начинала работу по этой теме по построению, потому что настаивают женщины довольно приличного размера на таком, на плоском крое. Но тогда они должны ожидать, что у них будет вот такая именно картина. Вокруг груди будут всегда собираться складочки и заломы. И совершенно бесполезно добиваться невозможного, добиваться их исправить, если ткань у вас сухая, если баланс у вас приличный большой, 4, 3, 4, 5, 6 сантиметров. И это нерешаемая задача. Либо будут заломы, и вы должны с этим смириться, либо вы не строите базовую конструкцию без нагрудной выточки, а строите все-таки базовую конструкцию с обычной нагрудной выточкой. И тогда в области груди все у вас успокаивается, и пропадают все заломчики. Потому что, согласитесь, вот эта вся история, конечно, не очень хороша. Сухая ткань. Так, Жанна, шью первый раз. Это макет. Подскажите, что не так? Ошибки опыта у меня нет. Фото ниже. Значит, посмотрите. Так, базовая конструкция с выточкой. Насколько я могу понять. И выточка, по-моему, находится у нас в пройме. Давайте посмотрим еще. Да. Да, вот так выглядит у нас спинка. И... Да, вот мы видим, выточка нагрудная переведена у нас в пройму. В пройму переведена. Мы видим тот же самый косой залом. Это говорит о том, что у нас... Я уже отвечала на этот вопрос. У нас баланс вот такой, да? Несоответствующий фигурке. То есть просится увеличить ДТП. Или увеличить нагрудную выточку. То есть здесь явно напрашивается увеличенная нагрудная выточка, потому что вы знаете, что если мы увеличиваем баланс, с увеличением баланса нагрудная выточка у нас растет. С уменьшением баланса в сутулой фигурке она уменьшается до того момента, что просто исчезает совсем. Это у сутулой фигурки. А у перегибистой, наоборот, она возрастает, она увеличивается. То есть вот этот косой залом говорит о том, о чем мы разговаривали с нами выше. Теперь обратите внимание, вот уже в чате девочки нарисовали вверху. Посмотрите, какая слабина идет в районе плечевых точек. Это нам о чем говорит? Это говорит о том, что высота плеча, касая спинки, намного больше, чем нужно этой фигурке. И высота плеча, касая переду, тоже намного больше, чем нужно этой фигурке. По крайней мере, сантиметра полтора можно точно смело снимать и стоя с другой стороны. Здесь такое чувство, что эта выкройка сделана для изделия с плечевой накладкой, с подплечниками. То есть измерили, добавили по полтора сантиметра, стоя с другой стороны, подняли вот эти точки, появились по 11, по 22. А на примерку, само это плечико подтолкнуть позабыли. Поэтому получилась вот такая слабина. Я не знаю деталей, я могу только предполагать. Кстати говоря, вот этот косой залом, который вы видите ниже, он иногда тоже может расправиться, когда вы подставляете туда плечевую накладку или поднимаете вот это повыше. Что еще у нас? А, да, еще здесь больше нет картинки. Посмотрите, что мы видим здесь. Значит, судя по этой картинке, я легко делаю вывод о том, что ширина спинки измерена недостаточно корректно, потому что очень много лишнего по спинке. Хотя, может быть, и нет. Но это не беда, потому что пройму нужно осноровить, пройму нужно очертить. По тем ямочкам, которые у нас есть на фигурке, по пройму, напоминаю еще разочек, обязательно должна проходить через верхние уголочки подмышечных впадин. Они есть у нас впереди, они есть у нас и сзади, есть на спинке, и спереди они у нас есть. Вы их отмечаете, расправляя все хорошо на фигурке, и конечную точку плеча. И вы очерчиваете свою проймочку с конечной точки плеча, попадая вот в эти ямочки. Дальше приподнимаете руку и смотрите, что у нас под рукой делается. Здесь, скорее всего, под рукой лишняя прибавка по груди. И, кроме всего прочего, боковые швы ярко приталены. Причем уровень линии талии сел на бедра. Тут явно маловато. То есть он не поднят выше линии талии, как мы поднимаем в приталенных вещах. Но и это еще не все. Боковой шов приталили, а спинку и полочку приталить забыли. Здесь фигурка явно имеет хороший прогиб сзади, но мы не видим ни среднего шва спинки, мы не видим талиевых выточек ни одной. Поэтому изделие как бы затянуто в боковые швы, попытка в боковых швах сделать вот это вот, выполнить приталивание. То есть оно выполняется только сбоку, не поддерживается приталиванием ни сзади, ни спереди, и поэтому идут вот такие вот косые заломы по боковому шву. То есть если вы хотите сделать прямое изделие, вы не приталиваете его нигде. Ни на спинке, ни на полочке, ни в боковом шве. Иногда мы делаем слегка приталенный силуэт. Это не более трех сантиметров талиевая выточка, которую мы формируем по боковому шовчику. Но три сантиметра талиевая выточка по боковому шовчику, три это на круг, это получается шесть. То есть три сантиметра мы забираем на спинке, три сантиметра мы забираем на полочке и оформляем выпукло-вогнутыми линиями боковой шов. Это при хороших прибавках только намек на приталивание. Здесь явно он больше. Поэтому такое идет искажение. Больше мы не можем приталивать по боковому шву в том случае, если мы не делаем вот таких вот наших выточек. Выточек спереди и выточек талиевых сзади. Ну вот, собственно говоря, что еще здесь я могу сказать. Посмотрите, как сметан боковой шовчик. Видно, что человек, конечно, неопытный. Это первая его выкройка. Поэтому научитесь сначала. Кто переходит, кто пытается шить макеты, вы должны посмотреть третью главу. Там написано, как раскроить. Там написано, как сметать. И прежде чем работать даже с макетами, нужно обязательно понять и технику раскроя, и технику сметки, и, конечно, технику примерки. И вы сразу увидите, что от многих и многих ошибок вы будете застрахованы, когда вы только начинаете, когда вы делаете первую свою выкройку и не спешите сразу же моментально сделать макет и посмотреть, как это будет, опираясь на те знания, которые вы имели до этого момента, до встречи со мной на этом нашем пути. Потому что я рассказываю вам все, рассказываю без утайки, рассказываю не только в платных своих курсах или в книгах. Я все абсолютно бесплатно рассказала на Ютубе. У кого нет возможности делать это по порядку вместе со мной на моих платных каких-то вот занятиях, платформах и пабликах, то можете спокойно, поискавши, порывшись, найти это все на канале на Ютубе. Слава Богу, он у нас пока живой. Вот все, что мне хотелось сказать по этой нашей выкройке. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Пишите. Я буду на них отвечать. Так, Людмила, хочу спросить, хотя немного не по теме. У меня ткань жерси. Не вижу отличий между лицом и изнанкой. Как выбрать лицевую сторону, чисто визуально или имеются какие-то признаки изнанки? Сейчас очень много двусторонних тканей. И вполне возможно, что ваша ткань относится именно к ним. Ну, а раньше мы смотрели, конечно, ткань жерси, это трикотажная, это наличие петельного столбика. И если ткань является трикотажным полотном, иногда у нас бывают петельные столбики лицевые. С одной стороны это будет лицевая сторона и изнаночные виды петель это с изнаночной стороны. Вот так легко. Если и там, и там лицевая, значит, скорее всего, что ткань у вас двусторонняя и задаваться этим вопросом не стоит. Ну, а чтобы отличить лицо от изнанки, нужно внимательно посмотреть, если вам уж очень хочется, в однотонных тканях, где это затруднительно, на кромку ткани. На кромке ткани все дефекты выводятся обычно на изнаночную сторону. Если изнаночная сторона у вас шероховатая, если она как-то едва едва уловима, отличается от, гладкость ее отличается от другой стороны, значит, вот это и будет признаком того, что эта сторона именно изнаночная, а более гладкая она будет вот такая. Еще у ткани, если уж говорить и отвечать на этот вопрос, диагоналевых, когда есть такой диагоналевый рубчик. Раньше, не знаю, как сейчас, сейчас все сломалось и все изменилось, но по крайней мере узнаваемым признаком лицевой стороны, вот школьная форма, кто постарше знает, была такая, да, ткань, она бы, мы различали так. Если положить перед собой лицевую сторону нашей ткани, то вот этот самый рубчик пойдет снизу вверх, слева направо. Если относительно долевой нити на лицевой стороне вы видите направление рубчика снизу вверх, именно слева направо, это будет лицевая сторона. На изнанке, как правило, этот рубчик идет снизу вверх, справа налево. То есть в другую совершенно сторону. Вот так различались лицо-изнанка у одноцветных тканей. Виктория задала вопрос. Нужно ли исправлять форму рукава по месту втачивания, если мы меняем форму пройма, убавляем ширину переда. Как правило, в моих рукавчиках рукава, окат рукава меняются крайне редко. Как правило, если рукавчик на примерке вам понравился в тот момент, когда его прикололи, если вы саму выкройку оката рукава сделали безупречно, именно так и не допустили там ошибок, то мы окат рукава не трогаем. Даже тогда, когда пройму немножко углубляем. Потому что вы знаете, что с троймой втачные рукавчики высота оката рукава выбирается меньше, чем вертикальный диаметр проймы на 2 см или на 3 см. Если вы углубили пройму, но не оставили, не стали углублять, увеличивать высоту оката рукавчика, то она просто стала, допустим, разница эта стала в 3 см. И это никак не повлияет на какое-то искажение, на какой-то дефект, какой-то получится посадки. Даже если эта разница будет 3,5 см, в редких случаях иногда и 4 см, все равно все будет выглядеть хорошо. Просто эта разница, чем больше эта разница, тем меньше на самом деле конфликт между длиной проймы и длиной оката рукава, который всех на первых этапах так сильно беспокоит и о которой мы сегодня уже говорили. Итак, последний вопрос у нас из списка. Если брюки из трикотажа и не хочется их заужать, то просто от эллинии колена вниз перпендикулярно. От основы брюки из футера очень ловкие всех своих обшила. Спасибо, Галине Леонидовне. Ну, может быть, не совсем так. Все-таки, конечно, отчасти вы правы, да, то есть взять выкройку, ту, которая вам знакома, зауженные брючки книзу и хотите их сделать прямыми, то вы ширину в коленочках сохраняете и делаете такую же ширину внизу. То есть это будут, да, простые перпендикуляры. Но я бы все-таки я исходила из нужной вам ширины брюк внизу. То есть вы знаете, что брючки строятся, схема брюк, по такой схеме в двух словах буквально скажу. Сначала вы оформляете линию талии, линию бедер и шов сидения. То есть вы строите верх до линии ягодиц примерно, примерно, да, до линии ягодиц, до линии ягодиц вы строите верх. Потом вы обращаетесь к ширине брюк внизу. Вы выбираете нужную вам ширину брюк внизу, оформляете это по передней половинке и затем вы выбираете ширину брюк в коленочках. Для зауженных брюк книзу ширина в коленочках будет больше, чем ширина брюк внизу. Для прямых брюк она будет одинаковой. И когда вы строите вот этот участок колени и низ прямых брючек, потом вы красивой линией оформляете уже середину. То есть вы верхнюю часть брюк дружите, так сказать, с нижней частью брюк. Средняя часть от ягодиц до коленочек она, как правило, у вас завершает построение ваших брючек. И поэтому после этого вы смотрите на то, что получилось. Следите за тем, чтобы линии были очень плавными, красивыми, текучими. Если бедра очень широкие, то у вас получится излом в области колена, да, и вы стараетесь его уничтожить. Сделаете коленочках шире немножко и получаете в результате плавные текучие линии. Но об этом можно тоже много говорить. Об этом я тоже говорю на всех, на всех своих курсах, где я рассказываю все о брюках, в том числе в курсе, который видеокурс называется у нас «Брюки от А до Я». Ну вот, мои хорошие, все мои ваши вопросы на сегодняшний день закончились. И я думаю, что если не будет вопросов в чате, то я тоже завершу свой эфир. Пожалуйста, еще вопросы. Какую прибавку делать в брюках по линии колена надо делать? Я никогда не контролирую эту прибавку, но я люблю такие брюки, эта прибавка получается у нас как проверочная величина. Я люблю брюки, чтобы они меньше содержали заломов, такие, чтобы не только в области колена была прибавка какая-то, хотя бы там 2 сантиметра, да, а лучше может быть и побольше, но и в области икроножной мышцы, и в области бедра, то есть в самой широкой части ноги должна быть прибавка. Если в этом месте у вас прибавка нулевая, значит, ножка вверху будет обтянута, значит, будут заломы. Понимаете, то есть ножка должна жить в вашей брюченке очень комфортно и свободно. Для этого сама брюченка должна быть широковатой. А насколько широковатой, это зависит от конкретных параметров и от формы опять же брюк. Однозначного ответа у меня на этот вопрос нет. Лишь бы эта прибавка обязательно была, чтобы коленки не были обтянуты. Тогда ваши брючки не будут иметь заломы и они будут ловкими, удобными, ровненькими и красивыми. Пожалуйста, еще вопросы. Какие есть вопросы? Может быть, наш чат задерживается. Если вопросов нет, то, дорогие мои, я думаю, что мы можем завершить наш эфир. Всем всего доброго. Спасибо тем, кто был у нас на эфире. Следующую пятницу традиционно мы проведем следующий эфир и мы с Леночкой ждем ваших вопросов. Пишите, задавайте свои вопросы. Лучше всего в Телеграме, Телеграм-чат, потому что мы там постоянно на контакте все контролируем. Еще раз разрешите вам пожелать в общем-то всего доброго. Берегите себя, берегите своих близких, получайте радость и удовольствие не только от готовых вещей, но и от самого процесса. Пусть в нашей жизни все поскорее устроится и наладится, и мы бы зажили с вами хорошо и спокойно. Всем всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова